а потом главное он возвращается всегда насчет даже пиявки сразу с ногами а потом поэтому надо сначала брать пятину если сцералочки поднять внутренние там еще есть значит даже какие-то протоколы банки ставят обычно банк и кстати сегодня покажу вам большую банку на живот все опробируют посмотрят ощущение интересно обычно я нацелен на проблем и там уже столько метров после того как мы допустим обозначили что да вот есть опущение органа за счет этого происходит варикоз то тема потом же должен быть какой-то поддерживающий комплекс чтобы не вернулась проблема опять что чтобы опущение не происходило повторно во первых значит изначально король кто нажатия желчный кузырь когда будет все работать запущено количество желчи будет уделяться значит это о чем говорит жир расщепляется застой в животе нет паразитов нет чисто и вот излишков вот этих нет что он там уже будет стремиться но для начала в начале да когда все это не пойдет курс все-таки надо начали поясок поддерживать а потом все это естественно образом уже все ничего не надо лишним кишки не раздуты все уровень это поражение то есть там оседать нечем то есть нормально все сбалансировать и после этого процедуру хиджаму уже можно назначить сразу начинать потому что с первой зоны что как раз начать лимфа хорошо уже пошла все она же природа здесь с первой зоны это плечи лопатки шея а вот такой вопрос есть и седьмой шейный позвонок это считать самое грязное место в теле почему даже в коране она есть где холка да 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 самое грязное поэтому даже вот что вы чтобы там с любой проблемой человек не обратился начали делать туда обязательно сразу чтобы туда пошел отток сброс даже баночку затягивать будете посильнее даже стараться вот именно две точки на седьмой шейной и еще вот эти баночки так посильнее затягивать чтобы создать даже спровоцировать герпес появления если есть человек и пока идет перерыв между процедурами хиджамы можно сделать процедуру висцеральной терапии до органы подняться до все обязательно джоши пузырь запустить особенности проблема и нужно казалось бы что там живот лезть нет проблем как раз в этом висцерал опухшие кишечник уже горе опражнение даже вот эта седьмой виды кишка уже переполнена на все давит там все передавило давление не может создать пройти давление создать и кто-то одно тянет другое а то еще привычки кинетесь нога на ногу на врачах сидит еще что-нибудь потому что поясничные мышцы потягивает почки лежат как в ложе они же цепляются за позвонки последний грудной до 12 и 5 поясничных и как в ложе лежат почки почка начинает ехать впущение там и пошло пошло одно другое это речь про повздошно-плесничную мышцу 12 иного начинается до его низ но такой вопрос с хиджамой в общем в чем отличие и же кровопускания есть пиявки до гирург терапия и даже в принципе разные процедуры пиявки чем они в корне отличаются ни один живой организм не может восстановить скажем даже как делали раньше на операцию крошенюки из такой герой герой терапевт не в этом академии питере у него даже он выставлял даже самые фото там и другие документы грубо говоря сделали операцию вот нервы они перерубленные были говорят взял два куска мяса опять соединил стало ставить пиявки так вот эти нервы которые подходили они перерубленные и тут как вот у негра голова что дать стали появляться другие нервы да и сразу все срослось все восстановилось то есть вот такую операцию как как будто хиджам и дел нервы не срастутся дальше вверх помогли из камер кирлиана да в которую значит помещает любой биологический объект листочек там сказать все ауру видно свечение человек помещает туда значит там части тела да там все это видно и что видит сечение ауру есть а потом раз черный поле 5 там ауры нет вырваны к кускам черные естественно для эксперимента значит сам экстрасенсов там полду не там всех всех-всех-всех чтобы они там энергию значит как обычно они любят это делать там уже что-то там да все мы на кашу все замазали аппарат как было черное так осталось вот ставить пиявку на это место вот как сварочные работы идут а также друг сети сесет причинается это бах восстановление идет тоже хиджам и тоже вот вот хиджама это как сказать более так сказать такая назвать и вот включить мощную иммунную систему хиджама задача прям вообще капитально включает дальше запуск лимфы лимфа что такое у нас это канализация в организме да все туда идет сброс все туда туда да и потом оттуда уже берется там чуть-чуть начинает так далее то есть мы помогаем да то есть ему ему включая чистим канализацию дальше когда банка стоит за 15 минут пока она стоит на месте на 10 сантиметров происходит изменение в глубине массаж глубины да ну вот вот в принципе вот основные такие моменты не говоря уже о том что вот если значит глубоко поймете этот момент с герпесом да невралгии там что-то вот посмотрите там ребрышки там еще что-то там такое вот сегодня вспоминали да вот этот рефрик человека обошел всех светил москвы было у китайцев и у вьетнамцев ничего когда мы с ним дошли до пятой зоны живого поставили и там вот мы живота попер герпес вот ночи откачивать я методически поле откачали через три-четыре дня еще и пошло 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 так у него прошел рифлю туда поставили именно хиджаму да 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 рифлю сначала делали массаж там и все 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 что я мог применял конкретно в найди зоны все диафрагмы тут все все что можно было а вот нет момента и вот я случайно мы что-то учета нужно было сделать что-то он ванну полез и что-то там нагнулся че-то делает и бах в нем мысли почему у него косничьи обратно не нужно пояснить что рефлюкс это ослабленный сфинктер вверху желудка и когда человек наклоняется идет выброс кислоты получилось что в пищевод пищевод и галочки да они там думали тоже думаю да диафрагма что на ней завязано связку а там что получается там именно какая-то колония образовалась там как бы застойчик человек он то был может в стрессе что-то спазмировалась чуть-чуть изменилась связки ушли там да почему вы опять банку вспомните когда банку будем ставить например на купок как центр мы жизнь получили через купок у нас отцентровано уже было все как раз банка у нас именно отцентрует она выведет в то состояние какому нужно телу потому что начальник накричал еще что-то и вот зависимости даже такой диагноз например спрашивать что тут вот когда смотрите сентиментальный фильм вы плачете вот например раз селезеночка значит где-то там поехала там еще что-нибудь чтобы злиться печень значит у него там боится почки то есть где-то что-то потянуло да и вот мы как раз баночкой микросу равновесим еще это дело его чтобы что получилось что-то спазмировалась до человека а когда спазмировалась что-то значит кровоток уже не тот который должен быть значит все нарушилась да и когда герпесу как бы ему практически всех есть и он где-то там в организме путешествует и вдруг нашел хорошее место о тихо хорошо хорошо и он там свою колонию потихонечку видимо да и что естественно какой-то орган который спазмировался ну-ка тихонечку оккупировал и все и так вот жил человек с этим делом ну что только не применял и сам и дышал он чувствует что-то где-то здесь не работает там задержку делать прогулки там все китайцы не устал им убить на ведь нас ставил прижигание делали все пока герпес не выкачали вот этот момент ни одна школа других фиджам не затрагивает это понятие герпеса ни одна до такого же маразма дошли некоторые да что просто берут а вот эту зону значит просто надсечки делают там неважно чем значит банки ставят и начинает откачивать просто это место почему герпес выскакивает на губах нравится значит ему это место то есть тут делал как сказать ну вот минус вы кожица тонкая может быть и это может понравилось да какие-то свои причины то есть кровоток усиленных она так и шесть по всему тем так что вы паси пасим кроваток так что это на лице есть акупунктурной зоны проекта внутренних органов и как бы вот уголки и губ вот здесь на щеках там расположен почки сможем это сигнал о том что почки да если это страдает или это акуловские было там на лице облака да такие все да 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 все зоны там вы возле глаз зоны почки там темнее да очень сразу начинать щеки там легкие и совсем хорошо что вот он тонкий кишечный 6 толстый кишечный обув александр атинафеевич но это плакатами продаются до его школе плакаты такие продаются с зонами сейчас я смотрю в интернете они спокойно есть можно скачать если есть принтер цветной можно распечатать то есть я не спорю спорю щас в свободном доступе прям в интернете есть ну я про эти зоны создал там для вас папку на яндекс диске скину вам потом много фотографий всяких разных есть ну а принципиальное отличие кровопускания хиджамы и пиявок воздействие на тело чем отличается кровопусканием я не знаю я не занимался это может раньше занимались да кто там это еще старик гневман относил это к изуверским способом он все искал вот это как как вот вылечить скажем нежно да так приятно не так не замечал вот он гемиопатии разработаны крыло пускание чистой леди до было пиявки да я что я же сразу сказал на пиявки на биологическом уровне восстанавливать то что никакими другими способами ты не восстановишь то есть тут не сама цель даже выключить кровь да там весь смысл в герудине впрыскивают на внутреннем уровне уровне что они еще самые ценные что можно сказать становится понятно а то что-то не впрыскивают там что-то очень много наименований сейчас там где-то 40 что лет даже веществ ну ладно герудин берем если в определенное место определенное время ставить пиявки даже по одной штукке каждый день у человека какие бы застарелые там все тромбы не были бы у него как у младенца вычислить сосуде ни одним другим другим еще ты не сделаешь я уже остальных про пиявок ну да я на то ничего не залезешь только пиявки вот и я считаю что это самый коренной отличие ни один тебе метод не срастить тебе нервы даже не установит а вот если хиджаму параллельно с комбинировать да 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 сделаю сделают вопрос такой а не будет непосредственно пиджамы вот эти полезные свойства пиявок выходить не станет задерживаться нет 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 сам был иммунитет цвет вот это коронавирус потом это вообще ничего не страшно на гераде получается уже тоже запускает иммунную систему ну да и плюс он восстанавливает неровности то что хотя бы чистить сосуду уже хорошо уже разжижают кровь если на пиявки со всякими теми более чем тогда подняли вопрос об этом как калинка виде сначала же значит в 7 организации здравоохранения дала целую какой значит вот обнаружили ковид помер человек его пакет упаковали отвезли закопали и все очень молодцы итальянцы они взяли начали скрывать все-таки забили с прибором на рекомендации восстали скрывать 40 с чем-то они трупов вскрыли и посмотрели на кастрю вовс рекомендации вообще как не бьются оказывается судил то еще кто что кровь начинает пустеть с этим пустевание крови за по сути некоторые стали вылечиваться почему начали аспирин кровь разжижается и они все на другое утро они уже вообще не болеют тут вот аппарат что-то там вот вот они все перепутали сновать да и все и когда вот итальянцы все раскусили потом информация эта волна пошла все сразу раз 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 и вдруг что-то сразу про забыли про тебя там забыли то он вдруг он оказывается и закончился вот так что вот так да если естественно при помощи хиджама поднимается иммунитет так что вот естественно это все остальное уже ничего не страшно и когда вы курс нужны но вот например вот которую вот сегодня будет изучать значит это называется архиджама у нее считается есть симптом начинаешь с 1 2 дня перерыв на 3 и выше и так далее вот это все зоны например у человека когда есть по зону идешь и какая-то зона как эта зона она очень проблематичная мы от нее еще делаем значит зон например уже можно например через зону не не сразу идти на другую зону мы можем вернуться дней 9 чтобы было пауза небольшая 2 зоны пропустили опять вернулись проблемную зону еще раз можно сделать сразу не надо делать паузу выдерживаем возвращаемся на проблему еще раз вот вообще так хиджам мусульмане по моему распугу считать чистится максимальный курс проходит раз в полгода читать как часто ну надо заметно что слюна пиявки она воздействует на всю кровеносновую систему тут бродит по всему организму получается а хиджама снимает капиллярную кровь поверхностную для самые тоненькие тоненькие сосуды вот эти самые загрязненные же вода самое главное то что ты канализация до канализация которую особенно на периферии организма скапливается все это грязь подколенные будем подколенные именно сзади как даже особый метод там вообще никогда не подумать что так нам по-особому делать особо метку а с какого возраста нужно можно практиковать детям понятно ну да лучше дать детям что не надо ну и за 12 и хиджам и герой терапию вообще там что не ну что ж друзья товарищи а мы перейдем к практике теперь да